Всем огромный привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Марина. И в сегодняшнем видео я вам хочу показать очередную готовую игрушку из проекта новогодняя игрушка Мания. Собственно, сейчас вы можете наблюдать вышитого эльфа из пряничной серии Dimensions. Этот эльф вышивался частично остатками от елочки, которую я также вышивала по остаткам. И из этой серии у меня будет вышито еще несколько игрушечек, которые ко мне еще только едут. Но сегодня мы с вами посмотрим вот такую чудесную игрушку. Это у нас эльф. Так, значит, у нас код набора 7008-913. Вот такая чудесная игрушечка должна была получиться размером 8х9,5 см. И у нас дизайнер всех этих игрушек Сьюзан Винджент. Так, и вот что у меня получилось. Вот такая игрушка у меня вышла. Вот такой эльф. Так, значит, вышивала я ее подбором и частично используя ниточки Dimensions. Вот такая у меня была схема. Вот она. И она черно-белая, девочки. Если мы посмотрим на схему от елочки, которую я вышивала ранее, здесь схема вот такая вот, цветосимвольная. По крупности схема одинаковая, но единственное, что вот здесь вот она была черно-белая, а здесь она была цветная. Вот так. И я смотрю, что когда ищу, например, скан с оригинальных игрушек, я смотрю, что там часто игрушечки встречаются на схеме черно-белой напечатанной, вернее, схема черно-белой и схема цветная. Но мне кажется, это никак не усложняет задачу и вышивку работы. Вот. Покажу вам этого эльфика поближе. Вот так выглядит он. Вот такие у него чудесные ножки. Личика я вышивала собственным подбором. Я не нашла таких ниточек, которые должны были быть по переводу. И оригинальных ниток у меня не было. Поэтому я воспользовалась своими ниточками розовыми. Вот видите, здесь такой вот румянец у него есть. И нежный достаточно переход получился. Белые ниточки это оригинальные ниточки Dimensions. То же самое вот эти вот красные ниточки Dimensions. Вот здесь вот это оригинальная нитка. Желтые ниточки это оригинальные. Единственное, что мне не хватило зеленых. Белые также остались. А вот эта вот корзинка, она вышита коричневыми ниточками. Это подбор. Вот эта вот темно-коричневая, это оригинальная ниточка. В ботиночках мне уже не хватило желтой нитки. Поэтому я брала нитку подбора. И вот здесь вот бэкстич я также выполняла ниточкой вот этой вот, которая у меня шла на вот этом вот мешочке. Так, ну, если вы внимательные и вы вышивали эту игрушку, если мы посмотрим на превью, обратите внимание на подарочек. И обратите внимание на мой подарочек, который вот здесь вот просто обрезан. Вот здесь еще должна такая вот линия проходить. Это все из-за того, что я просчиталась на одну клеточку, и у меня подарок получился вот такой вот интересной формы. Но мне кажется, это в общем виде не портит работу. Если мы сравним этого эльфа с елкой, вот, посмотрите, видно, что вот этот эльф вышивался нитками СХС, и они такие пухлые, поэтому просветов не видно. Если мы посмотрим на елочку, у нее есть просветы, потому что ниточка потоньше будет. Но если мы смотрим в целом на обе игрушки, они смотрятся абсолютно одинаково. Вот я сейчас положу их рядышком, и вы сможете заметить, что зеленые оттенки абсолютно совпадают, и все получается хорошо. Ну, вот еще раз покажу вам поближе. У меня на данный момент уже эта четвертая игрушечка из моей игрушки Мании вышита, та, что оформлена и готовая. Подвесы я делаю, по-моему, из 817 нитки. Я все никак не могу запомнить, какого она номера, и мне кажется, она неплохо сюда подходит и сочетается с общими цветами самой игрушки. Вот, еще раз предлагаю вам посмотреть, что заявлено на превью, что получилось в результате. Мне кажется, чудесные результаты. Личика эльфа также очень красиво получилось. Переходы все очень даже приемлемые. Поэтому я поняла, что эти игрушки можно вполне себе вышивать подбором, и они будут смотреться красиво. Как я уже сказала, ко мне едут еще две игрушки, это также едут ко мне остаточки, поэтому еще одна из игрушек этой пряничной серии будет вышита на белой конве, а остальные игрушечки я уже, скорее всего, буду вышивать на прозрачной, поскольку белой у меня нет. Вот. Но я думаю, что я, в принципе, вам уже все рассказала по этой работе. Единственное, сейчас вам покажу еще свой, нет, наверное, сюда положу, свой подбор, вернее, не свой подбор, а подбор гали. Если вам будет интересно, вы сможете увидеть. Вот здесь вот были заявлены вот такие ниточки розовые, 225 и 3326. Я же использовала 963 и 761. Это мои ниточки. Все остальные нитки, это ниточки перевода гали, но за исключением тех, если здесь не написано, это были оригинальные нитки, которые я использовала от елки. Вот. Ну, наверное, в принципе, уже точно все. Положу эти две игрушки рядом. Я рада, что они у меня продвигаются, что я вышиваю вот такую пряничную серию. Мне кажется, красивые игрушечки достаточно получаются, и их вполне можно вышивать само подбором. Если вы не боитесь вышивать эти игрушки подбором точно так же, как и я, значит, вышивайте, и вы получите такое же удовольствие, как и я. А на этом я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравился мой эльфик, который был вышит частично ниточками Dimensions. Если вам нравится мой проект «Новогодняя игрушка Мания», конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам нравятся эти игрушки. И я на этом говорю вам до свидания, до встречи в следующем видео про мои игрушечки. До встречи в следующем видео про мои игрушечки.